46 глава книги пророка Иезекииля 47 и священники совершат его всесожжение, и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться перед Господом при входе в ворота в субботы и новомесячи. 48. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока. Хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. 49. В день новомесячия будут приносимы им из ста доволов телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. 50. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. 51. А когда народ земли будет приходить при лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. 52. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. 53. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он, и когда они выходят, выходит и он. 54. И в праздники и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна. 55. А на агнцев сколько подаст рука его, и елея погину наев. 55. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку. 56. И он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после этого он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. 56. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его. 57. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и те и елея, третью часть гина, чтобы растворить муку. 58. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. 59. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. 59. Так говорит Господь Бог, если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. 60. Это владение их должно быть наследственным. 61. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. 62. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. 63. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. 64. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. 65. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу. 65. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. 66. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. 67. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины, одной меры во всех четырех углах. 68. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом. 69. И сказал мне, вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. 69. Играет жертвы народные.